Да, загрузились мы на паром. В принципе самое то, и не такие вот монстры. Реально бомба. Вау, да. Вот это да. Надо по феншуе поставить. Ночевали мы в Мордовии. Сейчас едем в сторону Сызрани. Сызринский район, Самарская область. Виталик рассказывает, кому мы едем. Твоюродная сестра оказывается, да? Говорит, я запутался. Говорит, немного по родственникам. Два года назад он там был. В Чапаевск получается, да? В Чапаевск. В Чапаевск. Паром вот. Сейчас там у меня справа будем ехать в Чапаевск. Справа там Гражданский. Там сестра двоюродная. В Чапаевске. Племянница. Сможем. Мы считаем родственники там все. Плюс вот Наташка сестра. Нас жду, да? Ты позвонил сюда? Часа в четыре. Ну, если паром пойдет, мы в четыре успеем. Если не пойдет. Придется нам через Жигулев, Самару ехать. Да. Да. Не хотелось бы, конечно бы. Как взять? Ну, вроде погода нормальная, ветра нету. Ну, чтобы народ еще собрался. Потому что он тоже в пустую не будет тарахтеть. Решили, можно было поехать нам через Самару, через Жигулевск получается, да? Угу. Или можно было поехать через паром. Ну, мы решились через паром. Через паром короче. Ну, и красивее, в принципе, пейзажи можно будет поснимать заодно. И, в принципе, посмотреть Волгу. Ну, Жигулевск тоже очень красивый. Город? Да, там горы вот эти вот. Жигулевские. Там, блин, Крым. Даже круче Крым, потому что там сосны. Да? Да, на этих всех сопках, горах. Белые камни, там такие скалы. УГС, во-первых. Да, загрузились мы на паром. Поставили мотики. На выход сразу. Люди заезжают задом. Чтобы потом было... Когда будешь парковаться в паром, можно было выехать. Виталий ведет съемочку на телефон. Паркуйся. Наверное, как в квартиру люди живут. Да, живут. А что? Плавучее судно. Еще отдыхает. Покупался, отдыхает. Рыбаль. По Волге потихоньку спускайся. Погода, конечно, только жарит. Сколько она? Плюс 30, да, где-то? Жарковато. Ну ладно. Ехать нормально. Сейчас с Виталиком сходили, купили билеты на паром. 500 рублей. Говорит, у вас коляска. Это не, без коляски. На двух колесах. 500 рублей, говорит. Стоит билет. Виталя, сколько по времени? 45 минут. Вот нам. Сейчас посмотрим. Он сейчас прогревается. Паромчик. Бурлит. Сейчас будем скоро двигаться. Поднимется. Там техника такая была. Считаю, еще половина ваша. Пошли ходом. Загрузились потом. Да, немножко машин, в принципе. Модики стоят. Я думал, переживал, чтобы они не упали. Вот так, конечно, потряхивает их. Ну так прилично, да, Виталя, он идет? Он еще разгонится. Разгонится, да? А он, интересно, по течению пойдет или против течения? Поперек. Поперек, да? Там чуть-чуть. А, он же Волгу будем пересекать, да, получается? А, другой берег. Вот смотрим, как у вас. Смотрись, Влада Петкес. Ага. Или кормовая база рыбе. Наоборот, да? Да. Она пожирает из народ. Вода очень теплая. Ей, так очень много. Мертая рыба. Это у них так фарватер обозначается, обычно. Фарватер, ну да. Банку или? С хуями, да. А вон и. У кого-то нормальные там домики, да? Нормально, да? Вообще великолепно. На воду. Свой пляжик, небось. Пристань. Утки сидят. Ага. Уточки. Уточки. Пристань, ночь. Нет, табачки. Уточку, нельзя. esisки. Уточка. Не, отлично он, конечно, набирает входом. Сейчас мы... волку вот ребятки чек дали мне лицо дрябчиков стоит мотоцикл с израни так хорошо скорость набирают шустро рыбаки рыбалят он стоят погодка сейчас сама-то на рыбалочку с удочкой посидеть скоро осень не только 31 августа подходим мы к окончанию нашего водного процедур путешествия вот а нормально народу это собралось и фуры стоят до сейчас по моде ваться будем спускаться да это 45 минут это мы шли хорошо не было волны на бывало бы конечно подольше прошу дабы по-любому бы качала бы буду одеваться потихоньку нам где-то еще 100 километров до чапаевска ехать со 2 надо в ехать а года двух часов мало да с виталиком заселились мы сеструхи как сеструху зовут наталья да и тетя валя да большое спасибо что одни тетя валя то где-то было у твоей тещи тетя тоже сестра давали да а виталику привез собой мензурку фляжечку яблоки вкусный как раз зимнюю поставили своих гусей гусак своих поставили отдыхают сейчас банька будет потом арбуз поели при таки маленькие вкусные арбузы домашние вкуснее начали здесь у нас но чуть подальше приезжали поле корейцы то ли китайцы высаживали казахи казахи да прям целое поле засеивали потом привозили очень вкусный вот детство не пользу пользу брали в аренду сейчас баньку пойдем покупаемся рачок и васик подтянется на улице 30 завтра еще 30 потом пойдет похолодание добыть даже дожди дожди не дожди не надо в дорогу ну и баня деваться была на юга да у них субботу уже 16 16 до 4 сентября ночью 10 все похолодание идет все лето прощать до осень начинается это когда октябре будет или когда будет не надо работать кому-то еще работать надо наташа решила да нам полянку накрыть чего на голом столе рюмочку я не упаду не я не хочу все супер давай ждем я может пива лучше не буду коньяк ладно давай может глоточек даже сделать ну что там привез конечно это что раки или пиво пиво ни фига себе в самаре только пиво мешками только увозят мы думали кегу сразу привезете нормально в прошлом году вас их а у нас там пирс такой мороколовки с пирса штук 10 чем пока я там рыбалил пока мы катались смотрите раков не долбили ящик целый сейчас поедем прям очень серьезно и они привозят они совсем другим по вкусу а они все у нас есть чпоевский рак он совсем другой волжский рак он совсем другой у него даже цвета на волге мы ловили когда синий голубой голубые попадались на работу такой вот такой вот такой вот рак гомосекский рак новый клан а можно бокальчиков пивных наверняка полно есть побухивали крабы крупный в принципе самое то и не такие вот монстры крупный рак начинается вообще короче там от 60 грамм тут получается 78 грамм вот я сейчас на электронных писах взвешивал у него официально за рак 78 грамм это именно спецзавода получается вареная через руку через руку ничего страшного вареная через вареная вареная Ну давай, за встречу, за знакомство Реально, бомба Вкус другой, вообще другой, вообще Ребятки, ну, ожидается, конечно, самарский рак Виталик у нас здесь самый главный, мастер по приготовлению раков Ой, это Виталик, вот, да, это Славик, да, извините, да Вот они, самарские раки Самарские женщины О, смотрите Да Вау Вау, да Вот это, да Так, надо по феншуе поставить Вот он, да Сколько ты говорил? Грамм? Сухой, без воды, 78 грамм Давай, дарим С водой, как делать перекупы, 100 грамм будет с лишним Сейчас стоять, садим А хлебушкой не надо? Не, не надо Какой хлеб? Хлебушек, краков, да Ну, так, видите, как в Самаре нас принимают Славик, я оставлю контакты, телефон, он по ракам специалист Ну, когда, если не будет, нам на свободной вахте Да, Славик? В Чапаевск В Чапаевск хожу, да Раки в любую точку мира Не, я предлагаю здесь организовать мои посты Да, мои посты В Чапаевске Не, мы один раз Гараж есть Инструментов немерено Да Если рак вам поймать сразу И вам Сразу Это Отварить И положить в морозилку То есть не до конца Отвариваешь И ложишь в морозилку В сильную заморозку Вытаскиваешь рака И то есть На Новый год мы его так делали То есть Его разморалишь Кидаешь в кипяток Он доваривается Не разваливается ничего Потому что у нас был случай один Мы ей закидывали Свежего рака А у нас у меня друзей Это большие морозильники И мы сразу туда его закинули И он высох То есть Внутри Все Такой степенью Ускорилось Мы его сварили Он, во-первых, весь ломается А что, это твой, что ли, бокал-то? И Ага Мы его выкинули А вот Если ты его вам сваришь И заморозишь На Новый год Или что-то вам Спокойного Вот такой же вам будет Креветок же тоже Они уже сварены Они сварены и заморожены Вот Вот А если просто Нельзя и варить Или ничего Их просто разогрело У нас просто У нас был один момент Ошибка такая То, что мы сразу попробовали Заморозить Виталий, у меня есть Короче, Ванечка Он делает лангусины в казане Я тебе говорю У тебя казан есть, если Это вообще Я тебе говорю Такое приготовление Приглашаю На дачу ко мне У меня есть И мангал Казан 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 Лангусины Только лангусинов нету Лангусины мы привезем Редактор Замуда